Всем привет! Продолжаем смотреть на пополнение моей Blu-ray коллекции из магазина M-Video. Это уже юбилейная пятая часть, и первый диск, который открывает сегодняшний выпуск, это восьмой фильм Квентина Тарантино под названием «Омерзительная восьмерка». Но думаю, что данный фильм не нуждается в представлении. Шикарнейшая работа Квентина Тарантино. Конечно же, я ходил на данный фильм в кино, такое нельзя было пропустить. Остался у меня вот такой флайер. «Омерзительная восьмерка» премьера в России у нас была с 14 января 2016 года. Такая задняя сторона. Также остался у меня еще вот такой билет. И самое интересное, обратите внимание на стоимость. Стоимость билета всего лишь 50 рублей. То есть в два раза дешевле, чем сам Blu-ray диск. Но, конечно, сейчас таких цен уже давным-давно нет. Сейчас у нас в городе минимальная стоимость билета составляет, по-моему, 130 рублей. Если не изменяет память. Так что вот таких цен давным-давно уже нет. Что касается самого фильма, то его я уже посмотрел несколько раз. Конечно, самый первый это в кино. Потом, когда фильм вышел на Blu-ray и в iTunes. И вот совсем недавно, буквально пару дней назад, вышла режиссерская версия данного фильма, как и обещал Квентин Тарантино. Как только он закончит работу над «Однажды в Голливуде», он сразу же выпустит режиссерскую версию своего восьмого фильма. И вот она уже появилась на Торрентах. Кому интересно, можете ознакомиться с собой. Она представляет такой как мини-сериал. То есть 4 серии по 52 минуты. Ну, если вычесть все вот эти титры, заставки, то примерно получилось 25-30 минут дополнительных материалов. Я смотрел релиз, в котором было три звуковых дорожки. Это официальный русский дубляж, авторский одноголосый перевод. И новая озвучка — это многоголосый закадровый перевод. Его, кстати, рекомендую смотреть, если будете смотреть режиссерскую версию данного фильма. Там озвучивает Владимир Антонник, можно сказать, официальный голос Сэмуэль Джексона в России. Также человек, который озвучивал Кратоса из нового года «Force PS4». Не знаю, как его зовут, но он тоже сейчас стал частенько появляться в дубляже. Ну и другие актеры. В общем, получилась отличная озвучка. Присутствует, в отличие от официального дубляжа, ненормативная лексика. Собственно, как и в самом оригинале. Это нецензурные выражения, которые в дубляже заменили на такие более-менее подходящие слова. Сам фильм, конечно, просто шикарный. Если вы еще его не смотрели, то обязательно это сделайте, ознакомьтесь. Ну и, в принципе, как и с другими работами Квентина Тарантино. Это один из немногих сейчас современных режиссеров, который снимает действительно качественное кино, а не какие-то попкорновые пустышки на один раз. И это уже третий фильм Квентина Тарантино в мою коллекцию. До этого у меня уже были вот такое издание фильма «Криминальное чтиво», который я покупал, по-моему, в 2013 году. Такое уже давным-давно в продаже не найти, только если на каких-нибудь барахолках. Классная обложка. Обычные омары, никаких там дополнительных буклетов. Задняя сторона. И также есть у меня еще вот такое издание «Бесславных ублюдков». Тоже офигенный фильм. Как раз вот недавно решил перед походом на фильм «Однажды в Голливуде» пересмотреть все предыдущие работы Квентина Тарантино. Тоже обычное издание, ничего сверхъестественного. И сейчас появилась информация о том, что готовится юбилейное издание в честь десятилетия этого фильма. Там будет со слипом, со всякими плюшками, артбуками. Ну и теперь давайте поближе посмотрим на само издание. Здесь различные награды данного фильма. Восьмой фильм Квентина Тарантино. Название фильма. И актерский состав. Актерский состав просто шикарный. Что-что Тарантино умеет подбирать хороших актеров. Даже они не нуждаются в представлении. С боковой стороны выглядит вот так. Конечно, полиграфия немного кривоваденькая, чем частенько грешат наши издания. Все главные герои данного фильма. Описание, кадры из картины. Ну и, собственно, технические характеристики издателя у нас новый диск. Но единственный такой минус данного издания, то что оно очень плохого качества именно картинки, звука. Как я читал отзывы на различных сайтах, все ругают именно вот качество. Ну и, конечно, в коллекции бы еще хотелось несколько фильмов Квентина Тарантино. «Диология убить Билла», «Бешеные псы», «Джанго освобожденный», ну и, конечно же, «Однажды в Голливуде». Следующий диск – это фильм под названием «Судья». В главных ролях здесь Роберт Дауни-младший и Роберт Дюваль. Также в данном фильме снялись такие актеры, как Винсендо Анофрио и Вера Фармиго. Неплохой фильм, рассказывающий о успешном адвокате, который приезжает на похороны матери в небольшой городок. И в этот момент его отца подозревает в убийстве. Ну и, собственно, об этом всем и будет фильм. Также у этого адвоката не очень простые отношения с семьей. Этот фильм, наверное, знаете, из такого жанра, как драма. В общем, кто не смотрел, рекомендую тоже заценить. Неплохой фильмец. Давайте посмотрим на издание данного фильма. Вот, собственно, у нас Роберт Дюваль в роли отца Роберта Дауни-младшего. Он также судья, то есть у них такая семейка интересная, да, отец-судья. Сын-адвокат успешный. Такой слоган. Не судите, да не судимы будете. 16+. Изначально фильм стоил 590 рублей. С боковой стороны вот так. Фильм от Warner Bros. Здесь, кстати, с типографией все более-менее нормально. Задняя сторона выглядит следующим образом. Также здесь присутствуют дополнительные материалы. Кадры из картины. Ну и технические характеристики. Следующий фильм под названием «Боги Египта». На данный фильм я ходил в день российской премьеры. Остался у меня опять вот такой флайер. Он немного отличается от арта обложки. Выглядит задняя сторона. Премьера у нас была 25 февраля. Также остался у меня вот такой билет. 25 февраля 2016 года. И стоимость билета 100 рублей. Данный фильм из категории таких картин, как «Триста спартанцев», «Триста спартанцев. Рассвет империи», «Битва титанов», «Гнев титанов», «Война богов бессмертные». Если честно, он не самый лучший представитель данного жанра. Фильм мне не совсем уж прям так сильно понравился. Из минусов это, конечно, не совсем уж и хороший графон. Даже по тем временам 2016 года довольно-таки слабенький. Ну и, в принципе, сами актеры не особо прям уж и старались. Тут и Джеральд Батлер, который также играл в «Триста спартанцев». Но тут он гораздо хуже справился, как по мне, со своей ролью. Помню, также бомбили в Египте на тему того, что в фильме ни одного египетского актера. Хотя фильм, да, у нас про египетскую вот эту всю тематику. То есть там и азиаты, и темнокожие, и белые. Но не было представителя вот египетской нации. Посмотреть, конечно, фильм можно. Ничего уж прям такого ужасного в нем нет. Хоть он и не лучший представитель данного жанра. Но по фулл прайсу я бы этот фильм никогда не купил. Но за 99 рублей можно взять в коллекцию. Давайте посмотрим поближе на само издание. Это у нас так называемая комбо. Тут обычный Blu-ray плюс Blu-ray 3D. На арте у нас изображены два таких главных персонажа. Это Николай Костер-Вальдау, который также более известен по роли Джейми Ланнис из «Игры престолов». Ну и, конечно, Джеральд Батлер, который более известен по роли царя Леонида из «Триста спартанцев». Также актриса Элла Ди Йонг, по-моему, так ее зовут. Она еще снималась в сериале «Сорви голова», где играла Электро. И также еще один из таких главных героев – это Брэндон Туэйтс, которого вы можете знать по фильму «Пираты Карибского моря 5». И по недавно вышедшему сериалу «Китаны», где он исполнил роль Робина. В общем, вот такой арт сбоку. Тоже немного уехала надпись. Здесь у нас в иконке Николай Костер-Вальдау. Задняя сторона. Описание самого фильма. По-моему, никаких даже дополнительных материалов нет. Все, что требуется для просмотра в 3D. Кадры из картины. И издатель новый диск. И также технические характеристики. Следующий диск – это мультфильм под названием «В поисках Дори». Это, можно сказать, сиквел мультфильма «В поисках Немо», который также у нас на Blu-ray выходил, но никогда я его не видел в продаже. Но у меня есть вот такая старая добрая пираточка, которая как раз и есть в «В поисках Немо». Давайте вот чисто так посмотрим. Такого в продаже вы уже, наверное, не найдете. Покупал я этот сборник, по-моему, то ли в 2005, то ли в 2006 году. У нас 8 в 1. Изображены вот все главные герои этих мультфильмов. Ну и, собственно, список мультфильмов, которые входят в данный сборник. Можете сами посмотреть. С задней стороны выглядит вот так. Изображены все вот обложки мультфильмов. Тут и «Шрек», «Шрек-2», «Ледниковый период», «Роботы». Кстати, «Роботы» я никогда не смотрел. «Корпорация монстров», которая у меня есть даже на видеокассете лицензионной. «Подводная братва», тоже прикольный мультик на вот такую подводную тематику. «Ледниковый период 2». Ну и, собственно, «В поисках Немо». В принципе, это все то же самое, что и было в «Поисках Немо». Тут только немного поменялись ролями главные герои. Если в первой части у нас Немо искали его отец по имени Марлин. Ну и, собственно, сама рыбка Дори, которая страдает такой напастью, как коротковременная память. То здесь уже сам Марлин и его сын Немо ищут вот эту рыбку по имени Дори. Ну и давайте поближе посмотрим на само издание. Такой у нас арт. С боковой стороны выглядит вот так. Опять же, и в иконке у нас Дори. Здесь вот этот осьминог, не помню, как его зовут, который помогал ей сбежать из океанариума. А задняя сторона выглядит следующим образом. Описание самого мультфильма. Также присутствует много дополнительных материалов. Кому интересно, можете нажать на паузу и прочитать. Кадры из самого мультфильма и технические характеристики. Следующий диск — это фильм под названием «Заложница 3». Это завершающая часть, если можно так назвать, приключений Брайана Милса, который не может жить спокойно и попадает в какие-то постоянные передряги. В коллекции у меня уже имеется первая часть данной трилогии. Первая, как по мне, это, наверное, самая лучшая часть. То есть, знаете, трилогия «Заложницы» получилась понарастающей. Первая часть получилась самой лучшей, вторая уже была послабее, и третья получилась самой слабой. Первую часть я еще смотрел во времена так называемых DVD-рипов. В 2008 году смотрел ее очень много раз. Также у нее еще существует unrated версия, там немного больше жести добавили. И вот мне не хватает еще только второй части. Помню, она выходила в слипе, даже видел ее в продаже в NVIDIA. Но что-то как-то все думал, потом, потом куплю. И в итоге вот она пропала из продажи. Такое обычное издание. Ничего тут особенного. Прям такой, знаете, ярко-синий цвет. Также тут дополнительные материалы, кстати, которые я смотрел. Очень интересно, как там снимали фильм. И все в этом духе. Что касается третьей части, как я и сказал, она, наверное, получилась самой слабой из всей трилогии. И тут, знаете, все перевернулось с ног на голову. Если в первой части у нас именно охотником выступал сам Лиам Нисон, который освобождал свою дочку, то во второй части уже начали охотиться на его семью. Ну и в третьей заключительной части уже охотятся на самого Лиама Нисона. Но, конечно, фильм посмотреть можно, если не сравнивать с предыдущими частями. Ну и давайте посмотрим на само издание. Вот такой у нас арт с Брайаном Милсом. Лиам Нисон, Заложница 3. Также включает расширенную версию. Эффектный финал полюбившейся трилогии газета.ру. Сбоку выглядит вот так. И задняя сторона. Опять же, описание фильма. И также, какие присутствуют дополнительные материалы. Кому интересно, можете прочитать. Технические характеристики. И все в этом духе. Также еще бонусом взял вот такое DVD-издание. Первой части Дэдпула. Обошлось оно всего лишь в 49 рублей. Выполнил вот в таком слипе, в отличие от Blu-ray-версии. В которой непонятно, почему не сделали так же. Плюс там была кривая полиграфия. Именно поэтому я и не купил Blu-ray-издание. Еще неизвестно, сколько в будущем выйдет фильмов с Дэдпулом. В общем, с боковой стороны выглядит вот так. С задней стороны в виде комикса тоже все сделано. Если вам интересно, то могу сделать отдельное видео с распаковкой и обзором данного издания. Поэтому, если хотите увидеть обзор, обязательно пишите в комментариях. Если будет достаточно просьб, то я сделаю отдельное видео по данному изданию. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Пока!